Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о зарплате Ольги Рапунцель в Доме-2. Об её доходах журналистам поведала Татьяна Владимировна Африкантова. После того, как женщина ушла с проекта, с бывшими товарищами по Дому-2 она не общается. «Там никому нельзя верить», рассказывает Африкантова. «До определенного времени мне нравилась Ольга Рапунцель, но я в ней ошибалась. Когда её просили выставить рекламный пост в поддержку моей Марины, она сказала, что не сможет, так как поддерживает Ольгу Ветер. От неё помощи не дождёшься. А когда нам с Мариной объявили бойкот, она наш дом стала обходить стороной, так же, как и Вент Свингрошановский. Я убедилась, друзей на поляне нет». Недавно Татьяна Африкантова наконец призналась, почему она покинула телестройку. Оказывается, женщину не устроила заработная плата. Ей платили всего 80 тысяч рублей в месяц, хотя другие участники получали вдвое больше. «А я такой удар на себя брала. Ебаров на меня клепал языком, что я его любовница. А вот бренду Ольге Рапунцель платят по 200 тысяч. Хотя она толдычит одно и то же про серёжки, а такие деньги огребает. Я что, хуже Рапунцель, что ли? Почему мне платили 80 тысяч? Я там охрипла. Тем более, я знаю, что той же Ольге Васильевне Габозовой платили 130 тысяч рублей. А мы с ней в одной возрастной категории, мамаши. Ольга Васильевна, конечно, хорошая женщина, но она пекла пирожки на проекте, а я веселила вас. Я сказала продюсеру, за 80 тысяч душу богу продавать не буду, а за 150 запросто. И даже пообещала, если мне повысят оклад до 150 тысяч, то вернусь и голой прыгну в бассейн. Разденусь и прыг бомбочкой в воду. Такую высокую зарплату, которая превышает уровень в 200 тысяч рублей, получает не только Ольга Рапунцель, но и другие самые популярные участники Дома-2. Например, такие знаменитости, как Андрей Черкасов, Рустам Калганов, Степа Менщиков, тоже зарабатывали около 200 тысяч в месяц. А Леане Габозовой приписывают даже доход в 250 тысяч. При этом руководство телепроекта запрещает участникам озвучивать сумму своей зарплаты. А ведь кроме этих доходов, звезды телепроекта получают бонусы за рекламу товаров, а также за участие в различных выездных мероприятиях. Также участникам помогают в организации и проведении свадьбы, а это, заметим, немалые суммы – 500-700 тысяч рублей. Вот некоторые комментарии зрителей на эти откровения Татьяны Африкантовой. Новость о том, сколько зарабатывает Рапунцель – жесть! Проститутки у нас в цене. Противные – гадко. Проект обители разврата и пошлости. Фу! Рапунцель держит на шоу главной клоунессой. Веселье сплошное над дурочкой. А дурочка делает шоу для народа и деньги для себя. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.